всем привет мы сейчас едем забирать старшую дочь с экзамена сегодня в городе у нас страйк городского транспорта поэтому практически везде на дорогах пробки все сели на машины и поехали даже те которые раньше ездили общественным транспортом страйк будет сегодня и завтра боже тут везде пробки сейчас покажу видите это мы еще не в центре это мы в одном таком отдаленном районе и машин на дорогах очень много вчера кстати в дрезден приезжал олаф шольц какой-то там тоже был митинг трактор трактора были ставлю вам кусочек видео с этого митинга и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Скорее всего, это не был официальный визит Олафа Шольца, но я знаю, что он приезжал на авиационный завод в Дрестене, и поэтому, наверное, как-то так случайно люди узнали и хотели с ним встретиться. Субтитры создавал DimaTorzok И почти постоянно у нас возникает проблема о том, что она не может оттуда уехать, потому что перекрывают транспорт. Я не знаю, в прошлом году, в позапрошлом году столько митингов каждый выходной не было, причем это может быть и пятница, и суббота, и воскресенье, и они все абсолютно разные. Но что-то в последнее время прямо центр постоянно выходные занят, я не знаю. Люди постоянно митингуют, но понятно, у всех есть много вопросов, и возникли проблемы в последнее время в связи с повышением цен и со всем, что происходит в принципе в мире. Ну, как бы для всех это не секрет, все понимают, о чем я говорю. Очень много полиции, вертолет полицейский, в общем, что-то происходит. Вы видите, везде стоят, смотрите, машина. Я не знаю, в центре там, наверное, вообще друг за другом еле едут. Мы сейчас заедем, заберем, ой, заберем старшую дочь со школы языковой и поедем на вокзал, заберем мою одноклассницу. Вот, папа тебя сегодня высадил. Ага, давай. Да, скорым сегодня вообще сложно, смотрите. Им некуда деваться автомобилям, потому что их слишком много. Кошмар, смотрите, какая пробка. Вообще, просто кошмар. Но, так как в Германии принято срочным службам, пожарным, скорым, уступать дорогу, поэтому все прыгают в огород. Да, такая ситуация и завтра будет. Но сегодня рабочий день, может быть, еще из-за этого, я думаю, что люди завтра, наверное, меньше будут куда-то перемещаться в связи с такой проблемой на дорогах. Так, мы уже забрали старшую дочь, едем в сторону вокзала. Везде абсолютно пробки, очень большой наплыв машин. Понятное дело, сегодня пятница, рабочий день. Конечно же, людям надо на работу, с работой и по своим тоже делам. Поэтому такие пробки. Так, мы уже приехали на вокзал. Сейчас будем искать, где она сидит. Где-то сидит, я перепутала время, поэтому она приехала раньше, а мы были дома. Так, это центральный вокзал Дрездена. Сейчас мы ходим, ищем, где моя одноклассница. Но она сказала, где-то сидит. Сидит и ждет, потому что я перепутала время. Но сейчас мы ее найдем. Сейчас позвоним. А это на вокзале такой мини-городок. Можно бросить один евро, и будут ездить поезда. Можно ними управлять. Детям очень нравится это мероприятие. Так, ну что, мы, собственно, уже дома. Я встретила одноклассницу. Она мне, кстати, поздравила сегодня 1 марта. Всех поздравляю тоже. Смотрите, какие у меня тюльпаны. Да, весенние цветы. И я уже говорила, мы забирали дочь с экзамена. Она сегодня сдавала B2 по немецкому языку. Сертификат будет где-то примерно через 4 недели. То есть, я думаю, что это где-то в апреле будет. Но когда он придет, я вам, конечно же, об этом сообщу. Так, у меня приехала одноклассница. Я ее уже забрала домой. И, честно говоря, вот обещают страйк и сегодня. Но сегодня мы уже не планируем никуда идти. Но у меня были, честно говоря, шикарные планы на субботу. Вот. Но из-за страйка мы как бы не сможем на ногах куда-то сильно добраться. Поэтому, как бы не знаю, теперь будем сидеть думать, чтобы нам такое придумать, шаговать доступности. Я, в принципе, вокруг меня тут и есть куда сходить. Но были варианты поехать по городу, посмотреть все, что можно посмотреть. Но поехать теперь не получится. Муж нас возить не сможет. Он работает. Поэтому, как бы, рассчитываем только на свои силы. Не знаю. Сегодня будем думать, что мы будем завтра делать. Ну, в субботу как-то что-то придумаем. Куда-то пойдем. Поехать не сможем. Пойдем. Вот. Я сварила борщ. Радости нет предела, что у меня борщ. Я не знаю, что-то так соскучилась за борщом. Надеюсь, мой борщ и подойдет. Потому что у меня немного борщ не такой, как у всех. Он не совсем стандартный и рецепт немножечко, ну, наверное, борщ имеет разные рецепты, да, у всех свой. Но когда-то я расскажу, чем мой борщ отличается от большинства, будем так говорить, большинства. Вот. Все. Не знаю. Сейчас сядем. Она с дороги, конечно, устала. Вот. Хоть и не долго ехал, но тем не менее. Меня, например, дорога очень сильно утомляет. Поэтому мы сейчас сядем, просто поговорим, поужинаем уже. И сегодня никуда ходить не будем. Куда пойдем завтра, будем решать. Если смогу, то я вам поснимаю. Может быть, что-то будет интересное. Есть несколько вариантов, но пока не буду говорить, какие. Все. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю. Целую. Все будет Украина. Пока-пока. 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 Продолжение следует...